Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый урок». В этом выпуске понаблюдаем за конкурсом «Педагогический дебют инструкторов по физической культуре». Узнаем, что школьники подготовили ко Дню Защитника Отечества. Побываем на юбилее детского сада номер 16 «Солнышко». Также пообщаемся с воспитателем детского сада номер 63 «Лучик» и представим новую рубрику «Особое мнение». Щелковские педагоги не устают соревноваться в мастерстве. В районе проходит масса конкурсов, выявляющих талантливых педагогов, нестандартно подходящих к своей работе. Сегодня в учебно-методическом образовательном центре собрались инструкторы по физической культуре. Здесь проходит второй тур конкурса «Педагогический дебют». Почему дебют? Да потому что для узких специалистов такой конкурс проходит впервые. Инструкторы-физкультурники в детских садах решили, что накопили много опыта и сами вышли с инициативой посоревноваться. Первый этап – это массовая для двух команд эстафета. В этих эстафетах было несколько заданий, были теоретические задания. И команда, которая набрала наибольшее количество баллов по положению, которое мы сделали, она вышла победителем. Мы сегодня, они принимают участие во втором туре. Второй тур состоит у нас из двух конкурсных мероприятий. Первое – это предоставление опыта работы. И второе – это мастер-класс. Прежде всего, представление опыта. Каждый из девяти участников, а именно столько вышли во второй тур, рассказывают о наиболее интересной и прогрессивной методике. К примеру, Маргарита Афанасьева объяснила пользу детского фитнеса. Они любят играть. Это все должно происходить в форме такой игровой, музыкальной, ярко-красочной, интересной, с какими-то стихами, шутками, прибаутками и так далее. Это и отличает занятие детским фитнесом. Это укрепление здоровья, укрепление мышечного корсета, профилактика плоскостопия, профилактика и коррекция осанки. Красивым спинкам и крепким мышцам деток уделяет внимание и Екатерина Антошкина. По мнению инструктора по физической культуре детского сада номер 42 «Солнышко», дети должны испытывать так называемую мышечную радость. В работе педагог тоже придерживается принципа игры, чтобы физкультура была в удовольствии. И все ради главной цели. Если нельзя вырастить ребенка совершенно здоровым, чтобы он не болел, то поддержать здоровье ребенка вполне возможно, также используя физкультурно-оздоровительные технологии. Инструктор детского сада «Лучик» Анна Спирина рассказала о еще одной интересной оздоровительной технологии – игровом стретчинге. Проще говоря, это статическая растяжка мышц, причем абсолютно безопасная для детей любого возраста. Спорт – это не только физические упражнения, но это и музыка, и актерское мастерство, то есть это многогранно. Вот стретчинг, он в этом плане в себе все очень хорошо совмещает. Любая группа по возрасту подходит, то есть нет ограничений, можно подобрать упражнения, с которыми справятся и маленькие, и постаршие. И плюс ко всему нет таких показателей по здоровью. Особая задача перед сотрудниками детского сада номер 18 – «Росинка» компенсирующего вида. Для деток с ограниченными возможностями здоровья физкультура очень важна. В представлении своего опыта работы инструктор Ольга Юдичева рассказала о степо-аэробике и других методах оздоровления. Мне хочется, чтобы дети занимались спортом. Хотелось бы им дать больше, чтобы они смогли себя реализовать. В своей работе я использую занятия в игровой форме с различными предметами, с атрибутами, игры и стафеты, упражнения и аэробика на степ-платформах. Что ж, форум работает с детьми множество. Каждый из участников конкурса старается найти оптимальное сочетание физической нагрузки и игры, что укрепляет здоровье маленьких воспитанников и повышает их настроение. Совсем скоро закончится второй тур конкурса «Педагогический дебют». А имена победителей и призеров узнаем на финале районного конкурса «Педагог года». Летчики и связисты, врачи и инженеры. Интерес к военным профессиям у детей развивают творческие конкурсы. Сегодня как раз один из таких выбор профессии «Дело серьезное» проходит в центре «Лесная сказка», посвященную Дню защитника Отечества. А участвуют в нем отряды орлята и юно-армейцы. Ну что ж, давайте смотреть. В небесах играть прекрасно. Служба эта, как в раю. Эх, от жизни нашей школы. Танец пилотов вам покажу. Пилоты-танкисты-связисты-десантники. Профессии важные и отважные. А какое уважение вызывает у подрастающего поколения. И ребята доносят это до зрителей. Своими выступлениями школьники словно говорят, мы понимаем, кто настоящий защитник Отечества. Медсестра, она важна тем, что если кто-то поранился, не потерял, например, много крови при ранении, чтобы его быстро перевязали, чтобы человеку помочь, чтобы ему было не больно. Космонавты важны тем, они могут видеть самолеты вражеские, которые нападают на страну при помощи радаров. Также изучают много на международных космических станциях. Разведчица раскрывает тайны врагов своих, помогает всем тем, кто защищает свою Родину. Участие в конкурсе дает знания, заставляет задуматься. Вот на сцене ребята из школы номер 4. Для них выступление уж точно не для галочки. Изучая профессии, рассуждают. А как это поможет в будущем? Мне это участие отдало понятие, что армия – это целый военный коллектив, состоящий из тысяч, а то и миллионов человек, которые стремятся защищать свою страну, свою Родину. Если надо будет, мы защитим свою страну. Когда надо будет, мы вступим даже в бой, может. Лесная сказка часто принимает на сцене агитбригады, но юнормейцы и орлята в таком формате соревнуются впервые. Сюда приехали больше 40 отрядов из 26 школ района. Активистам дает шанс развиваться творчески и патриотически районная программа «Сыны Отечества». Нашим ребятам нравится работать в этом проекте. Они представляют на Шелковский район, на областных и всероссийских конкурсах. Ребятам очень нравится. В этом году очень много поступило ребят и даже девочек в военное училище. То есть вот наш проект помогает ребятам реализовать свои какие-то мечты именно при выборе военной профессии. И некоторые из участников конкурса уже твердо решили, что судьбу свяжут с военной профессией. Старшеклассники делятся планами. Я в будущем хочу связать свою жизнь с МЧС, с Россией. Поэтому мне интересно. Всегда, когда видишь человека военного, сразу ты начинаешь гордиться своей страной. И также хочется связать свою жизнь с военным делом. Я поступлю в летное училище. В дальнейшем хочу связать свою жизнь с этим. Такие стремления вполне объяснимы. Жюри отмечает, в ребятах есть запал. Им все интересно. И для них выбор профессии – дело действительно серьезное. Ребята готовились, ребята старались. Ребята, какие-то костюмы у них необыкновенные. Голоса очень звонкие, такие вот добрые. И намерения у них добрые. Самое главное, что ребята идут к нам, и у них пока еще есть такой запал. Они хотят свою родину защищать. Они себя видят в военной профессии. Летчиками, космонавтами, танкистами. Но это хорошо, наверное, что наша родина без защиты не останется. Пограмма «Открытый урок» представляет новую рубрику «Особое мнение». Рассуждение о простых, истинных и вечных вопросах в устах школьников и воспитанников дошкольных учреждений. Сегодня мы зададим им вопросы, посвященные Дню защитника Отечества. Родина для меня – это место, где я родилась, где я много знаю. Это место, откуда я не хочу уезжать никогда. Наша земля. Существует не одна родина. Может, существует несколько. Например, место, где ты родился, и место, где ты живешь. Еще может быть место, где тебе нравится. Это то, где я родился, где я живу. Много еще неизведанного. В России очень много разных, ну, как бы это объяснить. Нефтью, например. Она родная родина. Ну, это человек, который способен стать защитой Отечества в любой момент. Ну, такой в зеленой форме. Ну, и вот здесь вот такая вот шапка зеленая. Здесь вот значок. Ну, вот здесь вот орудие висит. Это человек, который служит либо в армии, либо уже побывал на войне. Сильный и смелый. Высокий и сильный. Он военный, и у него танк. Ну, во-первых, это мужчина. Не обязательно военный. Это может быть просто человек, который любит свою родину и соблюдает всякие правила, чтобы обберечь ее. Ты можешь быть политик, защищающий права твоего государства, города. Защитник Отечества может быть и химиком, и биологом, и даже ученым. Потому что все хотят защитить свою родину по-своему. Я хочу стать ученым. И изобрести кое-что, что я обещал своей маме еще в пять лет. Эликсир молодости. Когда человек уважает свою родину и обязательно ее навещает, любит. Чувство гордости за ветеранов, за то, что они защитили нашу страну и дали жизнь нам. Умение помогать ближнему, умение отстоять свою позицию, умение собственного мнения. Патриотизм для меня – это любовь к своей родине, к России, к всему, что тут есть. Независимо от того, плохо ли это или хорошо, и в каком бы состоянии ни находилась страна. Восемь лет педагогического стажа. Использование инновационных методик в работе. Постоянный профессиональный рост. И, конечно, любовь к детям. Сегодня мы снова в детском саду номер 63 «Лучик». А расскажем о талантливом воспитателе Натальи Фридленд. Каков путь педагога? Любовь к этой удивительной профессии, как правило, зарождается в детстве. Когда есть перед глазами достойный пример. Так случилось и в жизни Натальи Фридленд. Я всегда хотела быть педагогом и именно воспитателем в детском саду. Я родилась в небольшом городке и ходила в детский сад. У нас был очень хороший маленький детский сад, две группы, чудесные воспитатели. И, в общем-то, с того времени желание. Наталья родилась в Калининградской области, в городе Балтийск, в семье военного. Сквозь детство и юность пронесла свое стремление связать жизнь с работой с детьми. Ну а дальше поступила в педагогический вуз. Пошла учиться на учителя начальных классов. Мне тогда казалось, что это очень близко. Но так получилось, что ни дня в школе я не работала. Закончив, получив диплом на руки, я сразу пошла работать в детский сад. Сразу была большая группа с очень маленькими, сложными детьми. Я чувствовала свою некоторую растерянность. В силу возраста они не могут объяснить, что же они хотят. И вот я стою такая большая и беспомощная. На самом деле оказывается, что, ну, конечно, проработав немножко, уже понимаешь детей. Дети приняли молодого педагога, а Наталья, понимая свою миссию, пыталась быть каждому мамой. Педагогический талант воспитателя развивался и в нашем районе. Наталья вышла замуж за военно-морского офицера и вскоре оказалась в Щелковском районе. Сначала работала в детском саду номер 55, затем перешла в Лучик. На счету Натальи Фридленд множество заслуг, победа в конкурсе «Педагог года». Коллеги и родители радуются успехам воспитателя и ценят ее опыт. Есть люди, которые родились с сознанием того, что они должны творить что-то достойное и очень нужное в этой стране. И как раз этот педагог, который всю свою душу, всю свою заботу, внимание, знания старается отдать сегодняшнему подрастающему поколению. Вообще в нашей работе, наверное, существует такой один большой критерий оценки деятельности. Любят тебя дети или нет? Это очень объективный критерий. Если посмотреть, как они бегут к ней, как они радуются, как они встречают ее, то, конечно, Наталья Валерьевна находится абсолютно на своем месте. Она хорошая, Наталья Валерьевна добрая, добрая, как мама. Она красивая и любит нас. Мы ее тоже очень любим. Отзывчивая, понимающая, любящая детей, всегда с новыми идеями, каждый день с хорошим настроением. Наталья использует в работе инновационные методики, проходит курсы повышения квалификации. И главный результат – интересное и счастливое детство воспитанников. Мы с ней занимаемся, играем в игры, рисуем, красим. Она помогает нам, объясняет, как что делать. А мы делаем. Мы с ней гуляем, книжки читаем. Она еще хорошо прически делает. Читает всегда сказки перед сном, чтобы мы заснули. Мы Наталью Валерьевну уважаем. Она у нас помогает. И мы слушаемся. Наталья воспитывает сына. Она активна и пробует что-то новое. Необычное хобби вызывает уважение. На ее счету прыжок с парашютом, стрельба из лука, поездки в Сибирь. Семья Фридленд любит путешествовать. Именно такие люди, активные и живые, воспитывают наше подрастающее поколение. Я люблю детей. Наверное, все. 55 лет. Это много или мало? С одной стороны, для детского сада это целая жизнь, огромное количество выпускников. Но с другой, несмотря на солидный возраст, детский сад молод всегда. Потому что всегда здесь слышны детские голоса. Потому что работают здесь не стареющие душой педагоги. В сегодняшней рубрике из истории мы поздравляем с юбилеем детский сад номер 16 «Солнышко». Ярко светит солнышко, а его лучики согревают уже больше полувека. Большой юбилей и много разных событий на пути. Прямо накануне нового 1961 года открыл свои двери садик, тогда номер 2. В 1963-м получил привычный номер 16. В 1998-м году «Солнышко» приобрело свой логопедический профиль. И сейчас вся работа педагогов подчинена одной главной цели. Наш весь детский сад работает над одной задачей. Это речевое развитие, это самая главная задача. Это развитие социально-коммуникативное. Это физическое развитие. Это естественно, художественно-эстетическое развитие. И все это как кулак. Вот пальцы сжатые в одном кулаке. Логопеды проводят индивидуальное занятие, подгрупповое занятие и фронтальное занятие. Фронтальное занятие как обучение грамоте детей и развитие речи. А специалисты, инструкторы физкультуры вместе во взаимосвязи с логопедом уже проводят свои занятия и решают свои задачи. Также специалисты и воспитатели, и специалисты другие, музыкальный руководитель, и преподаватели со студии работают над одной темой. Сегодня солнышко состоит из четырех групп. Это 93 ребенка. Как же светят эти маленькие лучики. Нам было очень интересно. И мы отправились посмотреть, чем живет солнышко. Ручки, закаляй его ручкой. Еще раз. Вдох. Утро начинается с зарядки. Ножками потопали, ручками похлопали, а заодно и решили задачи, связанные с логопедией. Ведь речь, она на кончиках пальцев. Поэтому каждое движение здесь осмысленно. Ну а детям очень нравится такая физкультура. Мы играем в хоккей, мы катаемся на тележках, мы идем на лыжах, чтобы быть здоровыми, чтобы быть сильными. Мне нравится, что мы закаляемся. Мне нравится зарядка, потому что она подвижная, веселая и делает хорошее настроение. Ну что ж, настроения есть, сил полно. Теперь можно и на занятия отправляться. Садик логопедический, а потому занятий с логопедами много. И индивидуальные, и групповые, и фронтальные. Подход у каждого свой. К примеру, Ольга Захарова использует комплекс так называемых нейропсихологических упражнений. Такая наука помогает ребятам снять речевые барьеры и, конечно, готовит к будущей школьной жизни. Я умею читать и писать. А вот этим малышам может читать и писать еще рановато. Зато как они усвоили урок наблюдения огород на окне. Юные аграрии удивили нас своими знаниями. Что у вас растет в огороде? Огулчики. Огородчики. Фасоль тоже. И все растет лук. Микробы убивают. Там витаминки. Мы большие будем. Вот видно, ребята овощи кушают и витаминки получают. Так что теперь занимаются настоящими экспериментами. Я люблю проводить опыты и играть. Чтобы знать много интересного. Солнышко – это, конечно, развивающие игры и творчество во всех его проявлениях. Мы заглянули в застудию и застали интересное занятие. Мы занимаемся лепкою, рисованием. Сейчас мы делаем цветы для мам. Шестинная акварель. Красная красная шапочка. Здравствуйте. А куда ты придешь? Я тут к бабушке несу пирожки и горшочек мастится. А вот тут в ход пошли театральные навыки. Средняя группа сыграла для маленьких отрывок из сказки «Красная шапочка». И те, и те посмеялись от души. Ведь, кажется, в солнышке ни один день не проходит без улыбки. Мы играем в красную шапочку. Надеваем костюм. Надеваем сапки. Надеваем шапки у зайчей, бабушки. Красные шапочки. Ну, как вы уже догадались, сам юбилейный вечер прошел тепло, солнечно и душевно. Вспоминали многое, как родился детский сад, как стал логопедическим, как становился лучшим в России. Но главное, с какой любовью трудятся здесь и трудились всегда педагоги. К вами здесь все создано. Это коллектив, это атмосфера. К вами здесь и дальше пишется история. Но, наверное, самое главное, сколько бы лет ни было, 55-150, вы здесь работаете ради того поколения, которое начинает расти. Обложена, конечно, душа каждого человека, которые начинали этот исторический путь этого учреждения и которые продолжают этот путь сегодня. Поздравляем и мы, солнышко. И пусть оно сияет еще долгие-долгие годы. Я желаю своему садику здоровья, счастья и удачи. Чтобы он всегда был большой и крепкий. Солнышко. Свет. А мы любим навсегда, что садик был хорошим. Чтобы ему солнышко горело. Еще, чтобы он улыбался. Своему солнышку, 55 лет, я желаю, чтобы оно всегда светило. Как сегодня сказали дети. Чтобы мечтали наши сотрудники. Чтобы мечтали родители. Чтобы мечтали дети. И чтобы мечты их сбывались. С вами была Наталья Медведева и программа «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова